Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 14 августа. Медовый Спас. Сегодня отмечали один из главных церковных праздников, который называется Медовый Спас. Этот праздник был установлен в первый день Успенского поста. Мед освещали, и только теперь его разрешалось есть. Не только для тела, но сладости духовной. На Медовый Спас даже нищий мед пробуют. Пасечники сегодня обязательно заламывали и порезали соты, поскольку считалось, если не сделать этого, то соседские пчелы притаскают мед к себе в улей. Сегодня проходили проводы лета. Ночи стали достаточно длинными, а утренние росы холодными. Сегодня в обязательном порядке пчеловоды приносили в церковь свежесобранный мед для освещения. Также приносили овощи и семена этого урожая, чтобы осветить их на богатый урожай в следующем году. В этот день традиционно освещали колодцы. Даже прозвали этот день Мокрым Спасом. Священники освещали не только колодцы, но и реки, озера, родники. После чего купались в них. В южных регионах этот день имел еще одно название – Маковый Спас. Было принято собирать мак и использовать его в пищу. Пекли булки и пирожки с маком. Семенами мака обсыпали дом, хлев, чтобы в них не проникла ведьма и не навела порчу ни на людей, ни на скотину. Кстати, домашних животных в этом году последний раз покупают именно в этот день на Медовый Спас. После Медового Спаса начинали распахивать поля для подготовки к новому урожаю. Продолжался сбор ягод в лесах. Приметы. Какой будет погода сегодня, такой она будет и 28 августа. Если поспели крупные ягоды малины, можно сеять рожь раньше. Если они средние или мелкие, спаси вам лучше подождать. Если сегодня идёт дождь, рожь не сеет. И вот тут ферменты не работают, которые находятся в мясе. Надо всё это растащить под действием собственных соков. Поэтому тут поджелудочная железда напрягается. В желудок напрягается. Всё это... Вот так вот и... Таблетками люди заедают. И процесс пищеварения затягивается. А особенно он затягивается на больший срок, когда ещё съедается жир. Жир вообще раз-два тормозит. С жиром-то мясо вкуснее. А с жиром я не люблю мясо. Я не люблю. Я, например, люблю рыбу. Очень вот там семгу, форель там, да, вот я очень могу есть её. И жирное мясо, вот свинину я не люблю совершенно. То есть просто вот не люблю её. Почему-то брезгливо к ней отношусь, потому что я как вспомнил, что свиньи едят отбросы. И как-то вот это всё неприятно. Потому что щиплет же телёнок, щиплет травку, и как-то вот ещё можно его съесть. Вот смотрите, очень верное замечание, сделанное Прохором. Пища строится, в том числе животная пища, должна, как бы сказать, с живых продуктов. Травка вырастает. А это ещё в своё время Бюрхер Беннер сказал, что существуют различные виды продуктов, которые аккумулируют в себе солнечную энергию. И вот зелёная травка, у нас только раз выросла, это, он говорит, аккумулятор первого рода. Потому что он саккумулировал солнечную энергию. Только солнце даёт нам энергию, больше ничто не даёт. И поэтому это самая мощная энергия. Значит, когда человек её поедает или животное, он сразу эта вся энергия поступает, значит, хорошо делается. Когда животное съедает, это уже аккумулятор второго рода получается, потому что животное там село. А когда это ещё переработалось и сварилось, энергия просто становится труднодоступной. Вот я, например, беру яблоко и такой пример, знаете, показываю. Вот яблоко, можно его съесть и получить пользу, да? Что делают учёные? Учёные говорят, вот в этом яблоке содержится столько-то калорий. Ясно, понятно. Съев сырое яблоко, мы их получим. Но они всё это кладут в калориметрическую печку, нагревают. Оно обугливается, калории сохраняются, уголь мы не едим. И поэтому уже подошло время тебе показать, как бы сказать, прелесть питания здоровой кухни. И мы с тобой сейчас сделаем такой сок, который как раз, значит, вот будем говорить так вот, почему действительно питание целебное и чем оно целебное? Оказывается, не тем, что-то там в мясе содержится мясо, там ещё что-то, а наличием живых активных ферментов. Где их больше, они сразу же поступают в организм и начинается сработать. Ну вот говорят, есть живая еда, есть мёртвая еда. И как раз мы с тобой сделаем самую лучшую живую еду, это свежевыжатый сок. Вот смотришь, сейчас мы с тобой как раз сделаем такое блюдо, которое нас набжает полноценной энергией и даёт нам, знаешь, только здоровье. И те микроэлементы, которые сразу же начинают действовать. Потому что всё валёное надо оживить сперва. А это всё сразу раз, кровотворение и прочее, прочее. Итак, мы берём с тобой яблочки, сделаем один из вкуснейших соков. Это яблочно-свекольный. Я сейчас просто покажу, какое яблочко. То, что надо яблочко. Для сока яблочно-свекольного берите яблоки сладкие или кисло-сладкие. Вот, свекла должна быть свежая. Некоторые говорят, что свежая свекла, там она там вредная, что-то там оказывает. Ничего подобного. Она будет работать так, как надо. Но свеклы должно быть примерно раза в 4-5 меньше сока, нежели яблочко. Итак, в свекле содержится биологически активное железо. И железо этого мало. Но оно прекрасно усваивается. И обладает великолепнейшими кровотворными свойствами. А самое интересное, почему кровотворными свойствами... Я так смотрю, не маловато нам двоим будет? Наверное, маловато, может, еще. Хорошо. Оказывается, кровь создает все ткани в организме. И если кровотворение нормально, человек обновляется и постоянно молодеет. Если этот процесс у вас... Ну, хотя бы не стареть. Потому что если... Некоторые мои родители уже выглядят на 40 лет. Вот. Выпьем животворящий яблочно-свекольный сок. А, смотри. Раз ты любишь так мясо сырое, оно тебе что-то должно напоминать. Можно сказать, своеобразная кровь. Молодую кровь. Выпьем за здоровье. Потихонечку попробуем. Потихонечку. Ну что? Сладкий вкусный сок. Сладкий вкусный. На редкость очень приятный. Тринадцатые лунные сутки. Дело идет к полнолунию. Прилювная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и омоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу. Пейте свежие соки, обновляющие кровь. Яблочный и свекольный. В готовое блюдо добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Прилетствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. 14 лунные сутки. Энергетика лунных суток постоянно возрастает и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм. Особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо занимается ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!